Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Следственный комитет продолжает вести целенаправленную работу по уголовным делам о нераскрытых убийствах прошлых лет. На днях следователи завершили расследование об убийстве 2014 года. Недостающее звено в этом деле помогли найти эксперты. 18 октября 2014 года в Мозере в одном из многоэтажных домов в своей квартире с явными признаками насильственной смерти был обнаружен 54-летний мужчина. При проведении судебно-медицинской экспертизы на теле погибшего были зафиксированы многочисленные телесные повреждения. Раскрыть преступление по горячим следам тогда не удалось. Но следователи все же смогли установить лицо, причастное к этому убийству, когда расследовали другое преступление. В апреле прошлого года в Мозере молодой человек, находясь в состоянии вызванным потреблением токсических веществ, без причины нанес два удара ножом в случайный прохожий и скрылся с места преступления. По подозрению в совершении особо злостного хулиганства правоохранители задержали 23-летнего жителя райцентра. В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования уголовного дела по особо злостному хулиганству следствие отрабатывало круг общения подозреваемого. В итоге были установлены новые свидетели по убийству прошлых лет. Сотрудники следственного комитета в тесном взаимодействии с правоохранителями и экспертами Государственного комитета судебных экспертиз возобновили работу по сбору доказательств умышленного лишения жизни мазырянина. За весь период расследования уголовного дела по убийству экспертами проведено около 50 различных экспертиз. Эксперты Государственного комитета судебных экспертиз при исследовании микрообъектов на изъятых в вещественных доказательствах установили наличие волокон общеродовой принадлежности на предметах одежды погибшего и подозреваемого, что помогло следствию доказать, что они контактировали между собой. На основании собранных по уголовному делу доказательств следователи пришли к выводу о совершении молодым человеком убийства. В период с 17 по 18 октября 2014 года парень, находясь в состоянии вызванным потреблением токсических веществ, нанес жителю Мозыря множественные удары ножом, от которых тот скончался на месте происшествия. Сегодня суд Гомельского района приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего директора ОАО «Агрокомбинат Южный», обвиняемого в получении взятки. В начале августа прошлого года правоохранители задержали руководителя одного из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Гомельской области. Должностному лицу вменяется получение незаконного денежного вознаграждения за первоочередное погашение кредиторской задолженности перед двумя фирмами-поставщиками. «Принял для себя от Кошеренко Дейл, действующего в интересах казанных субъектов хозяйствования в качестве взятки денежные средства в сумме 1200 долларов США, что на момент вращения преступления по курсу Национального банка Республики Беларусь составило 2387 рублей 4 копейки, 97,43 базовой величины». Директор пробовал на занимаемые должности всего чуть более полугода. Руководителем Южного его назначили в январе 2018-го. Слушания по делу продлятся несколько дней. На территории Гомельской области за прошедшие сутки было зарегистрировано 27 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек получил телесные повреждения. После полудня в Ельском районе на 27-м километре автодороги Ельск-Подгалия Volkswagen Passat померился силой и прочностью с МАЗом. 37-летняя женщина-водитель не справилась с управлением на закруглении дороги, выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем МАЗ с прицепом, двигавшимся в встречном направлении. В результате столкновения пассажир Volkswagen Passat, 50-летняя женщина, получила телесные повреждения и была доставлена в хирургическое отделение учреждения здравоохранения. Таков взор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания.